Приветствую! В этом видео хочу показать интересную нейросеть, которая генерирует не только картинки, но и видео по текстовому запросу, а также делает видео из картинки и, что особенно интересно, улучшает качество видео до разрешения 4К. Все это на данный момент бесплатно. Как долго будет бесплатно неизвестно, поскольку на сайте вообще нет информации о разработчиках и каких-либо упоминаний о цене. Похоже, что это новая нейросеть и находится еще в этапе разработки. Ссылка будет под видео, а мы приступим к обзору. Нам нужно нажать на самую большую кнопку «Try for free», то есть попробовать бесплатно. Нажимаем и здесь вверху в правом углу есть кнопочка «Login или регистрация». Мне проще всего зайти при помощи своего Google аккаунта, что я и сделаю. И попадаем вот на такую страничку. Здесь интерфейс очень простой. Все же пробежимся, какие здесь есть кнопочки. В верхнем меню у нас есть вкладки «Видео» и «Image». Чуть ниже есть три кнопки «Explore», «History» и «Likes». «Explore» здесь у нас работы других пользователей. Можем их рассматривать, можем ставить им лайки. Можно открыть на весь экран. Тогда у нас поменяется немножко картинка. Можно их перелистывать вот таким образом. Просто крутить колесиком мыши и все картинки будут в крупном размере. Мы сейчас это пока закроем. Можно также эти картинки, которые в общем доступе, их можно скачивать. И можно нажать на кнопочку «Copy» — «Копировать». На самом деле мы скопируем промпт. И этот промпт можем использовать как-нибудь по-своему. Переделать его, либо использовать так, как есть. Также, если мы наведем курсор на картинку, видим здесь есть кнопочка «Remix». Можем испытать эту функцию. После нажатия на эту кнопку у нас просто копируется промпт вот в это поле для генерации. И давайте попробуем сгенерировать, насколько получится похоже. Должна вас предупредить, что генерация здесь длится долго. Может занять до нескольких минут. Поэтому я видео остановлю. И получили две красивые картинки, очень похожие на оригинал. Вы уже, наверное, заметили, что этот сервис прибавляет водяной знак. Но сейчас это не проблема. Знаете, можно найти другую нейросеть, которая удаляет водяной знак. Вернемся на нашу страничку с картинками. И давайте попробуем сгенерировать что-нибудь с нуля. Я подготовила такой довольно длинный промпт. Маленькая девочка бежит по зеленой траве. У нее короткие рыжие волосы, голубое платье. У нее смеющееся выражение лица. За ней гонится одна собака. В небе над ними летают белые птички, создавая веселую атмосферу. Переводим это все на английский язык. Возвращаемся. Вставляем промпт. И вот здесь огромное количество настроек. Во-первых, здесь плюсик. Это мы можем подгрузить картинку, если мы хотим сделать имидж-то-имидж. Следующая вкладка. Здесь мы выбираем соотношение сторон или пропорции нашей картинки. Можно делать квадратную, вертикальную. Давайте возьмем вот такую 3х2, либо 4х3. Вот такую горизонтальную картинку. Следующая вкладка. Мы можем выбрать одну или две. И здесь же есть негативный промпт. И здесь идет подсказка. Я эту подсказку себе скопировала. И сейчас его введу таким образом. И следующая вкладка. Вот здесь очень-очень много настроек. Выбирать из этих настроек не обязательно все, а только те, которые нужны по вашему замоку. Цвет, композиция, вид, эмоции. А сейчас мы по ним пройдемся. И в каждой из этих вкладок огромный выбор этих настроек. Если мы наводим курсором на какую-нибудь настройку, то в правом окошке видим примерно, что будет изображено на этой картинке. Но во вкладке Color я ничего не буду выбирать. Пускай нейросеть сама пофантазирует. Далее идет вкладка композиции. Здесь тоже очень интересно. Мы можем выбирать, либо это будет фотосъемка, либо это будет арт. Здесь я, пожалуй, тоже пропущу. Вид. Здесь тоже мы смотрим на подсказки. Вид сбоку, вид изнутри, вид сверху. Для макросъемки есть вот такая вкладка. Здесь я тоже ничего не буду выбирать. Эмоции. Давайте выберем. Есть вот улыбающееся лицо. А есть здесь еще вот такое восхищенное лицо. Давайте вот это выберем. Хаер стайл. Здесь можно даже цвет волос подобрать и прическу. Вот Red Hair. Давайте выберем рыжие волосы. Но у меня в промпте написано короткая прическа. Посмотрим, кто победит. Промпт или это настройка. Окружение. Здесь можно выбрать... У нас девочка бежит по траве. Мне кажется, вот это подойдет. Дальше. Освещение. В моем случае я подразумеваю, что это солнечный день. Здесь, конечно, благодаря этим настройкам можно сделать что-то очень интересное. Но я не нахожу здесь солнечный день. Вот здесь натуральный свет. Можно попробовать. А можно просто пропустить. Стиль. Либо мы хотим реалистичный стиль, либо картинка, рисованная картинка, аниме, поп-арт. Здесь тоже очень-очень много есть возможностей для экспериментов. Давайте я попробую выбрать Pixar. Пусть будет мультяшная картинка. Следующая настройка. Здесь имена художников. Но их здесь не очень много. Здесь я ничего не буду выбирать. Рендер. Вот здесь тоже можно примерно увидеть, какая будет картинка, какое освещение. Здесь я ничего не буду выбирать, потому что я подразумеваю, что действие происходит на природе. Материал. Это если мы генерируем какие-то предметы. Здесь можно подобрать материал. Дальше. Иллюстрация. Это будет фотография. Картина маслом. Скетч. Вектор. Скульптура. Здесь я тоже ничего не выбираю. И качество. Вот здесь можно выбрать. Вот я выберу такое. Высокодетализированный. И снова нажмем на кнопку Generate. Снова придется подождать. Я опять остановлю видео. И мы получили такие замечательные картинки. Смотрите, какие эмоции. Особенно на этой картинке. Очень яркие. Красочные. Мне очень нравится. Но если присмотреться, то картинки не очень четкого качества. И у нас здесь есть еще дополнительная функция, если мы наведем курсор. Можно эту картинку опубликовать. Если мы хотим поделиться в сообществе, чтобы она стала видна другим участникам. Я опубликовала. Можем удалить. Можем скопировать промпт. Скачать. И есть вкладочка редактировать. И здесь тоже есть дополнительные функции. Например, нас интересует увеличить размер картинки и улучшить ее качество. Мы выбираем кнопочку Image Enhance. Что-то пошло не так. И выбрать из истории. Вот я выбираю эту картинку. И мы можем увеличить ее либо в 2, либо в 4 раза. Я попробую увеличить в 4 раза. Но этот процесс будет длинный. Поэтому я снова нажму на паузу. Ну вот, картинка обработалась. Я уже скачала обе версии. Оригинальную картинку и обработанную. И посмотрите, какая разница. Как глазки прорисованы. Зубки. Здесь он еще родинку прорисовал. Здесь на ухе сделал серьгу ей. Как видите. Ну тут можно рассматривать еще много деталей. Но эта функция увеличения работает очень хорошо. Вернемся на наш сайт. Здесь на главной странице сайта есть краткая презентация сервиса. И также есть небольшая инструкция. Вот, например, Image Enhance. То, что мы только что делали. Есть еще функция замены деталей. Кратко на видео показано, что мы можем делать. Мы можем менять какие-то детали на картинке с помощью промпта. Дальше есть Magic Eraser. Это мы можем что-то вытереть на нашей картинке. И также есть функция Magic Expand. То есть мы можем расширить нашу картинку. И перейдем уже наконец-то к генерации видео. В качестве промпта я возьму тот же самый промпт, который я брала для картинки. И мне интересно, как он изобразит бегущую девочку. Справится ли он с этой задачей. И отправляем на генерацию. Процесс долгий. Поэтому я снова нажму на паузу. Ну что ж, мы получили видео. И как видим, что задачка все-таки оказалась сложноватая для него. Но справедливости ради нужно сказать, что и другие нейросети, которые генерируют видео, тоже не всегда качественно это делают. И все-таки когда-то и картинки были тоже некрасивыми. Посмотрим через полгодика, как будут нейросети справляться с задачей генерации видео. А я вам покажу свои предыдущие работы. Вот, например, такое у меня было видео. В общем-то красиво, но птица летит почему-то назад. И еще хочу обратить ваше внимание, что у нас здесь есть три инструмента. Текст в видео, картинку в видео и увеличение разрешения до 4К. Вот покажу вам. Это видео было увеличено до разрешения 4К. И здесь, к сожалению, в процессе улучшения с головой птицы что-то произошло. К сожалению, тоже все еще пока далеко от совершенства. Хотя некоторые видео у меня получились довольно неплохо. Это была оригинальная картинка. Здесь такое качество размытое. И вот здесь уже улучшенное видео. И здесь видно, что качество намного лучше. Также я пробовала генерировать видео из картинки. Вот, например, из такой картинки. Но здесь как бы ничего особенного. Просто приближение картинки. С такой задачей справится и любой видеоредактор. Здесь не нужно привлекать нейросеть. И вот такое у меня было видео из картинки. Здесь получше. Змея все-таки получилась немного объемной. И такой даже как будто бы живой. И еще здесь есть одна функция. Мы можем использовать Magic Prompt. Давайте возьмем какой-то промпт. Я, например, написала. Красивая грустная золотая рыбка плавает в ярком разнообразном подводном мире. Возьмем этот промпт. Сюда его вставим. И нажмем Magic Prompt. Как видите, он существенно его расширил. Давайте попробуем еще сгенерировать. Посмотрим, что он нам сделает. И посмотрим, что получилось. Получилась вот такая интересная рыбка. Довольно красивые цвета. Что-то он тут нафантазировал. Как будто бы она не под водой, а в цветущем саду. Ну что ж, как видите, нужно просто много экспериментировать. Этот сервис пока что бесплатный. Можно делать большое количество попыток. А я, пожалуй, видео буду заканчивать. Если вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!